А кто вы будете? Андрей Устин. У меня есть к вам вопросы. Так, назовитесь, кто вы, откуда? Я из Нижнего Новгорода. Андрей Максимович Устин. Мы с вами переписывались, нет? Я отсылал вам сообщение, ну, вчера. А я что сказал вам? Так, вы ничего не ответили, по-моему. Ну, раз не ответил, значит, я вам сейчас отвечу. В какие часы можно позвонить? Ага, хорошо. Минутку, поднимите голову, чтобы вас видно было. Что-то вы так низко. У вас, наверное, телефон это? Только глаза едва видно, это неправильно. Надо поднять голову, чтобы я вас видел. Никак. Перемените там кадр этот, кадр, нет. Вы не попадаете. У вас вверху половина экрана пустоя. Инатьев, вы дайте ему ссылку внизу под скайпом. И все. Как у вас заходить? В какие часы заходить можно внизу? По скайпу дайте ему. А я дам ему, я дам. Так, коротко скажите, что вы хотели? Я хотел узнать, вот, то, что по поводу Адама, да? Да. Вопрос есть. Почему, например, человек считается грешным, да? Из-за того, что Адам согрешил, как бы, да? Вот. И человек теперь повинен. Почему тогда мы... Ну, из-за Адама, как бы, мы все стали грешными, да? Из-за того, что он упал. Почему мы в этом виноваты, если он первый, как бы, упал? Ну, это Божье такое, не наше. Я просто задаю вопрос. Скажите, что Еба сделала? Что там, плодов стало меньше? Ко мне в сад залезли ребятишек, ну, ребенок залез. Они, как дети малые были. Сорвал один плод. Так, я ему еще в пазуху наложил полно и дал сумочку. Но вы-то подумайте, когда смерть вошла в Адама. И умерло уже больше ста миллиардов людей. В Адаме все умирают. В Адаме все умирают. Это не как-то... Возмездие за грех смерть. Кремлинам 6.23. Смерть. Адар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Это Божья шкала, и мы должны сразу ее принять, или мы никто. С Богом как-то будешь спорить. Он сотворил. Не сделал глаз на лбу, а пониже. Сделал нос, чтобы он выступал. Очиститель воздуха. Мы не можем уши переделать на другое место. Бог сотворил мир так и назначил ему значение. Вот такое-то вначале, потом будет вот так. И вот так он мир закончится. Он по-другому не может мир закончиться. Тем, что только воссядет один антихрист в Иерусалиме на 42 месяца. Три с половиной года. Я тебя в курсе, да. Да. И поэтому мы должны узнать и сразу сказать «Аминь». Это проекция плана Божия относительно жизни на земле. Так что тут не надо вопрос задавать. Вы скажите, а как это было? Как по-божески? По-божески так. Объяснение Бог не дает. Он сказал «Идите, проповедуйте». Он сказал «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Ну а почему я без крещения? Вот есть такие духоборы. Тоже я христианин, я христианин. А крещения нету. Писание говорит «Крещение». Я спрашиваю баптистов, крещение что дает? Ну, обещание Богу доброй и совести. Я говорю, больше ничего не дает. Ну а что оно дает-то? То есть они еретики вообще не понимают. Когда 2.38 Деяния апостолов. А то у меня ролики записаны. Баптисты к нам приехали в деревню. Петра спросили, что делать? Он говорит «Покайтесь». Запятая. «И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». А не так «Покайтесь для прощения грехов». Понятно? Они начинают спорить. Я говорю «Смотрите». Саввел обратился, 22.16. Заходит Анания и говорит «Брат Саввел, он же брат». Я спрашиваю «Он прощенный?» Все баптисты одинаково отвечают «Прощенный, он покаялся». Я говорю «Нет». Нет. Он пришел и говорит «Брат Саввел, что ты медлишь? Встань! Что ты медлишь? Три дня уже можешь умереть. Встань, крестись и омой грехи твои». Сразу стоят, говорит, и глаза на выворот. «Омой грехи». А у сектантов почему нет учения этого? Потому что у них нет рукоположения, и поэтому нету тех, кто может отпускать грехи. Нету. Тут очень просто понятно. Где написано? Я называю места. 22.16. Деяния апостолов. 3.18. Крещение дарует прощение. Но крещение должно быть не за деньги, как православных. У православных все искажено сегодня. Они, во-первых, не учат. Вот мы православные, но у нас курсы идут, обучение было. У них 20 минут, у нас 500 часов. Разница-то есть. 20 минут и 500 часов. Дальше. В полное погружение. А у них мокрой ладошкой. Я говорю, все крестят в полное погружение. И баптисты, и адвентисты, все еретики. Почему не крестите? А дальше. И заплатите деньги за это 3000. А это симония. И деньги тебе в погибель, Петр сказал симону. То есть у православных крайне неблагополучное отношение со входом церков. Вход церков должен быть и только через веру. Через рождение свыше. Но вне православия мы никуда не можем людей послать. Так, еще вопрос. Еще вопросы относительно по поводу монашества. Я слышал, что вы против монашества. Ну, если сказать так, маленько не так. А правду сказать совсем не так. Я не против. Слово мона означает один. Хорошо человеку не жениться. Вот я сейчас спрошу, у меня гость дорогой тут приехал из Америки. Скажи, пожалуйста. Так только, насколько возможно. Сколько у вас времени уходило для духовной работы, когда вы были не женатые? Когда я был не женатым. Когда просто один был. Жены не было, ребятишек не было. Сколько у вас времени уходило на духовную работу? Большая часть. А когда у вас семья, да надо строиться. Да с этими сепараторами. Да как? Меньше стало? Конечно. Вот и все. Вот понятно? Значит, о чем речь идет? Один. Павел говорит, женатый заботится, как угодить жене. А ты добавь, и сроду и не угодишь. Дальше. А незамужняя заботится о чем? Как угодить Господу? А замужняя, как угодить мужу? Я скажу, никогда ему не угодишь. Он привык ворщать. Все не по нему. И картошка не такая, и яблоки маленькие. Вот так. И поэтому одному хорошо, как человек со связанными ногами не может быть, так и связанный узами, когда у него детишек полон дом. Понятно? Я против того, что дают обеты. Обеты. Я один буду. А потом нарушают их, женятся, делаются врагами божьими. Я вот против чего. Вот здесь как-то есть фильм такой, Форпост. Вы его не видели? Я слышал, слышал, да, смотрел. А там, на румынской границе. Ну, у них там свои там действия такие, что вот патриарх Кирилл встретился с Франциском на Кубе. Ну, и они перестали, там Лонгин его помиле был, священник Михаил Жар. Епископ. Хороший епископ. И они перестали патриарха поминать. Ну, как-то на меня вышли, а я сказал, при чем тут поминать, не поминать? Сколько у вас монахов? 180. 180 мужиков заблокировали. У вас есть имеющие знания румынского языка, природные румыны? Идите и благовестуйте царство Божие всякой твари. Зачем сидите? Сколько у вас румын? 70. 70 проповедников. По двое пошлите. 35 точек миссионерских. А украинцы есть? Есть. Почему не посылаете? А еще кто есть? А у нас есть болгары. К болгарам отправляйте. Я вот против чего. А оставьте стариков. А сколько у них? Там 180 ребятишек. Оставьте старые, которые монахини рядом живут. Пусть ухаживают, учат. Чего вы столпились? Десятый храм строите. Поэтому я не против монашества. Я за то, чтобы один был человек. Да. Я стопроцентно хочу Богу служить. Но вот то, что монашество, и вот они там запертое за стену. Как у Пахомия Великого 11 тысяч мужиков. 11 тысяч. 11 тысяч проповедников заблокировали. Это куда годится? То есть вы против того, чтобы они как бы выходили в миру, жили в монастыре, никуда они выходили, да? Да. Они заключили их за мандру. Мандра-стена, архимандрит. Мандра. Господь говорит, идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Господь монастырь образовал на 10 дней. Сидите и не выходите. От Вознесения до Пятидесятницы. А после Пятидесятницы Дух Святой их исполнил благодать. И они как птицы разлетелись по всему миру. Вот чего не хватает. Я про это и говорю. Я за монашество, чтобы один человек был, но шел на проповедь, на благовестие. Не пошли на благовестие? Два миллиарда мусульман возникло. А это бич в лесу уже не поправится. Два миллиарда. А если бы проповедовали, вот татарам здесь проповедовали, некоторые обратились. Болгарам проповедовали, обратились. Они дошли до Средней Азии-то и все мусульманское. Что непонятно-то? Нет благовестия, нет жизни. Хорошо. А как, например, вы к преподобному Амвросию относитесь? То есть, к Оптинскому, например. Ну, как к Святой Амвросии. Моли Бога о нас. То есть, вы его признаете, да? Всех признаю. Кто канонизирован, всех признаю. И каждый день им молюсь. И молюсь семикратно в день. А оно это я признаю. Семь имен поминаю. Так что на меня лгут. Я молюсь каждый день. Ну, как же, вот оптинские старцы, они ведь никуда не выходили из своих монастырей. У вас один такой вопрос. Сначала признаю или не признаю, а они за это ответят. Я их признаю, все на этом. Я Серафима Саровского признаю, Игнатия Бреченинова. Но они делают не так, как Господь повелел. Он не сказал, запрись, а говорит, идите по всему миру и пропадать Евангелие. Апостолы не сидели, иначе бы все были мертвы. Не было бы ни католиков, ни православных. Вот что. К моим словам ничего не надо добавлять. Один человек говорит, я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. Ну, в принципе, понятно. Преподобный Серафим тоже, если взять, он же жил в пустынях, то есть он как бы в мир-то не выходил. Но его все почитают. Все преподобные, практически все были монахами. Преподобные монахи за тысячу лет в России ни одного мирянина не канонизировали. Что это? Ясное дело, что монахи приватизировали небо. Это Андрей Кураев пишет. А почему? Почему хороший, допустим, человек на таможне работает, детей воспитал? Почему не канонизировать его? Что взятку не брал? Ну, хорошо. У нас есть праведный Алексей Буртюрманский, да? Это, ну, рядом у нас. Вот. Он же тоже не был монахом, он был мирской. А кто? Алексей Буртюрманский праведный. Я-то я не знаю. Это где-то что-то там. Ни одного не было. Если он не князь. Князьям были канонизированы. Нет, он был просто мирской, да? И как бы у него было, он принял, а нет, он принял священный сан без монашства. То есть он был просто священник, да? Не знаю. Знаю, что если он не мученик и не князь, то не канонизированное. Просто нету. Андрей Кураев пишет об этом. Я верю ему, потому что у него мои книги. А патриарха Кирилла признаете, да? Ну, а как? Как не признавать-то? Патриарх, я за него каждый день молюсь. Ежедневно молюсь. Какое признание другое нужно ему? Я молюсь о нем, чтобы он родился свыше. Чтобы мудро управлял народом. Чтобы деньгами не прещался. Вот тоже меня интересует. У нас, у православных, да, в храмах молятся на церковно-славянском языке, да? Да. Я за русский язык. Целиком, полностью. То есть, вот меня именно смутило то, что у вас как бы это все на русском по большей части. Нет, у нас церковно-славянский, а библейский, что из Библии, то по-русски считается. Псалмы, Евангелие. Но если поется какой-то псалом, тогда по церковно-славянски поем. Мы избрали золотую средину, не как у Георгия Кочеткова. Ну вот, по поводу того, что вы говорите, да, что не должны торговать в храмах, да? Не должны. Господь выгнал их. А если торговля, значит, Христос еще не приходил туда. И вот, в принципе, я с этим согласен, да, это сейчас есть. У нас в Потеряевке, и здесь 27 лет община, и ни одной тарелки не ходили, не торговали. Ни свечи, ни закрещения, ни за что не берется. Все бесплатно делается. Но платится десятина. А десятина все покрывает. А десятина, это примерно, ну, в денежном эквиваленте, да? Ну, как объяснить? Что? Что? Ну, десятина, это ведь в денежном эквиваленте, да, я так понимаю? Или это может быть... Десятина там может быть, где нет торговли в храме. У нас в торговле вообще нет, деньги не появляются. А если они берут, так пускай берут. Десятина им не дается. Кого десятина-то с бабки там? Какие деньги? Просто я сам, как бы, хожу, у нас Благовещенский монастырь есть, да? И как бы это... У нас там церковная лавка вообще отделена, то есть на улице. На улице, не в Крабной ограде. В церковной ограде нельзя. Не, я знаю, вот я сколько бывал, во многих храмах вот есть, как бы, церковные лавки прямо вот в храме, где служат, да, где читают, да? Да. Вот. А у нас вот отделено это все, то есть у нас церковная лавка на улице, храм, ну, в другом месте. Да. Ну, ладно, об этом, о торговле не говорить. Если надо, я вам материал скину. Торговля и храм несовместимые. У меня на все материалы есть. Такая книга у меня вышла, к истинному православию. Я 40 лет собирал материал на нее. Я крещение во всем. Сегодня не хотят крестить, полного погружения нету. Русь некрещеная, попы совершенно здесь творят, что хотят. Не подготавливают. У нас вот я занятия вел в университетах, как крещение у нас проходили 500 часов. А сегодня у них 50 минут даже нету. А мы не смотрим. У них торговля, ну и пусть, а у нас нету. Мы православные. К нам митрополит алтайский, барнаульский приезжает, служит. Вы видели это? Да, 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 видел. Мы не какие-то там реформаторы. Я слышу очень много мнений, и отрицательных, и хороших. Я вас не осуждаю. Потому что если вы были как бы не к московской патриархии относились, это тогда да, как бы, это понятно. Мы относимся сегодня не к московской патриархии, а к русской православной зарубежной церкви. Числимся так. Это кто там митрополития? Иларион, Иларион Капрал. Митрополит Иларион. Его, когда у нас вот служат, поминают в нашем храме, здесь, вот я сижу, поминают сначала патриарха Кирилла, потом Илариона, первосвятителя русской православной зарубежной церкви. Там митрополита североамериканского перечисляют. Потом местного митрополита. Вот такое поминание идет. Это совершенно нормальное отношение. Я вот хотел еще узнать по поводу Борадзе. Вы говорили, что нельзя молодому человеку бриться, да? Если он молодой, она еще у него не растет. Если растет борода, значит, уже физически он созрел, чтобы жениться. То есть, ну, как бы, по вашему мнению, нельзя, да? Бороду нельзя трогать. Если бороду бреют, это никакой не христианин. Так, щучила огородная. Касаемо меня, я вообще ее, как бы, не брею, да. Но, опять-таки, вот у этих, у евреев, да, есть такие слова. Говорит, край бороды не портит. Да. Я не понял, что у них есть, у евреев? Говорит, написано, край бороды не портит. А, ну, ты правильно сказал. Это послание, это сказать, книга левит. Определенная щетка. То есть, вообще не бриться? То есть, вообще не подбриваться, ничего, да? Ничего нет. Волосы на голове, вот у вас срижены, вот такую и держи. А бороду не прикасайся, бритву выбросьте сегодня же. Ага, а стричься тоже нельзя, да? Стричься голову, если волосы длинные, это противозаконно. Если женщина растит волосы, длиннее честь, а если мужчина, бесчестье. Конечно, не о бороде речь идет, у женщины бороды-то нету. А ты бреешься, когда еще в одном доме две мамы? Не, 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 я вообще не бреюсь. То есть, у меня, мамочка, это, ну, как бы, когда у меня все это началось, да, когда стал расти, да, я сказал, я говорю, нет, давай это. А вы когда в последний раз брились? Когда в последний раз бритву брал в руки? Ой, ну, я уж не помню, по-моему, месяц назад. Ну, значит, бреешься еще. Три года пройдет, тогда можешь сказать, не бреюсь и не курю. Не, я не курю, я не пью, потому что у меня... Если ничего нет, я тогда отхожу от вас. Ага, ну, помоги вам, Господи. Много, так, я предварительно, сейчас сразу не могу написать, потом я напишу здесь, внизу возьмете данные. Отключайте. А я вам могу звонить, а вот когда у меня какие-то... Нет, не звоните, пока не разрешу. Ага, то есть, а как я узнаю, когда можно звонить? А я вам дам, скину данные. Не чаще, чем один раз в две недели. Вконтакте, да? Ну, не сейчас, у меня гость, я не могу оторваться уже. Сбогу. Хорошо. Я прям скину, может, сейчас-то. Один момент. Отходите, выключайте. Отходите. Выключай. Продолжение следует...